Основной объект посещения поселка Басьяновский главами Алексеем Забродиным и Константином Ильичевым – котельная. Члены комиссии, куда вошли также представители службы городского хозяйства, управления жилищно-коммунального хозяйства и администрации городского округа, осмотрели помещение котельной, оценили состояние отопительного оборудования, труб и угольных топок, пообщались с истопниками. Котельная в поселке работает более 40 лет. Она обслуживает несколько многоквартирных домов и школу, топится углем вручную. В числе тех, кто отвечает за подачу угля – женщины. Всего же на объекте трудятся 22 человека. Запаса угля хватит на всю зиму. Качество его тоже радует. Повышение калорийности угля позволило увеличить его теплоотдачу. Единственный минус – разбор воды из батарей, тепло в которой идет от котельной. Чтобы избежать разморозки теплосистемы, в воду решили добавлять реагенты. Об этом оповестили и жильцов. После котельной Алексей Забродин и Константин Ильичев вместе с другими членами комиссии пообщались с жителями поселка. Среди вопросов, озвученных сельчанами, расчистка автомобильных дорог до поселка, работа врачебного кабинета. Во время нынешнего приезда в поселок у глав была и приятная миссия – познакомить жителей Басьяновского с новым главой сельского поселения. Анатолий Еремин назначен на должность 2 ноября. В 18 лет он служил в органах внутренних дел, работал в гражданских учреждениях Нижнего Тагила. Сегодня решил посвятить свои силы поселковой работе. С приходом нового руководителя жители надеются, что к проблемам поселка внимание властей только повысится.